Число бесплодных браков растет во всем мире, в том числе и в России. И нередко, говорят специалисты, причина связана с проблемами мужского здоровья, которые можно было бы предотвратить еще в детском возрасте. О том, что такое мужское здоровье, как необходимо заботиться о мальчике, какие проблемы и опасности подстерегают его в период полового созревания, об этом и многом другом поговорим с заведующим уроандрологическим отделением Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Александром Кептиловым. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Едина. Чем вообще занимается ваше отделение? С какими патологиями попадают пациенты? И каких вообще патологий, каких заболеваний сейчас становится все больше, а каких меньше? Наше отделение оказывает специализированную помощь по профилю детская урология, андрология, населению, детскому населению Алтайского края, то есть детям от нуля до 18 лет. В данный спектр входит патология как и андрологическая, то есть патология мужских половых органов, так и урологическая, то есть патология почек, мочевыводящих путей, мочеточников, мочевого пузыря. Поэтому мы занимаемся как и мужским, так и женским детским населением. Отделение оказывает как пуановую помощь, так и экстренную. С сентября 2021 года отделение оказывает экстренную помощь по профилю детской урологии, андрологии населению города Барнаула, ну и собственно всего Алтайского края. Спектр заболеваний, с которыми мы работаем, он достаточно широкий, включает порядка 90 нозологий, но также которые можно разделить на несколько, скажем так, на несколько отделов. Ну, как я уже сказал, это андрология, то есть патология мужских половых органов. Это варикоцелия, гидроцелия, крипторхизм, киста семенного канатика, гипосподия. Такие патологии входят в данный отдел. В общем-то данные патологии все лечатся хирургическим путем, то есть они требуют оперативного лечения. Следующий раздел, можно сказать, что это врожденная аномалия мочеводительной системы. Тоже достаточно обширный раздел, включает в себя врожденный гидронефроз, врожденный мегауретер, врожденная патология уретры, мочевого пузыря. То есть это аномалии развития, которые достаточно часто также требуют хирургической коррекции. Также мы занимаемся нейроурологическими проблемами. Данный вид проблем хорошо стал диагностироваться с появлением у нас соответствующего оборудования. И в общем-то с ежегодным идет увеличение количества выявляемой и проличной данной патологии. А насколько вообще заболевания мочеполовой сферы среди мальчиков, подростков в Алтайском крае распространены, можно ли, например, сказать, что у каждого десятого подростка уже есть какие-то проблемы? Ну, это статистические данные. Конечно, распространенность заболевания, заболевания данного вида находится на уровне 1-2%, учитывая количество населения, детского населения Алтайского края, то это порядка 10-12 тысяч случаев. А, ну, наверное, большинство случаев все-таки это плановые, да? Но у вас в отделении еще есть и экстренная помощь. Вот с какими проблемами детей привозят уже вот в экстренном порядке, когда это скорые или когда родители? Какие это заболевания, симптомы? Если говорить про детскую андрологию, то наиболее частым, наверное, в нашей практике случаем обращения является синдром острой отечной гиперемированной мошонки. То есть данная ситуация связана со следующими видами патологий. Первое – это перекрут гидатиды. Ну, это такая анатомическая структура небольшая, которая при перекруте и формировании некроза может вызвать достаточно большие проблемы. Так как эта структура анатомическая находится на придатке яичка, то могут пострадать проводящие пути для сперматозоидов. И, в общем-то, в будущем это может являться причиной мужского бесплодия, одним из факторов. С данной патологией к нам обращается порядка 180 операций. Мы провели, да, порядка 180 человек в 2022 году. Вот такая статистика у нас. То есть, получается, вот с данной патологией нередко действительно привозят детей уже вот в экстренном состоянии? Именно в экстренном состоянии их привозят, потому что это остро развивающаяся ситуация. Конечно, здесь нельзя говорить о часах. Может быть, и в течение нескольких суток данная ситуация развивается. Но вот такая ситуация есть. Если же мы говорим о другой патологии, о перекрутии именно яичка, то это наиболее опасная для детей ситуация, когда несвоевременное обращение может повлечь уже за собой невозможность оказания, невозможность спасения органа. Происходит перекрут семенного канатика, кровоснабжение яичка прекращается. И если не обратиться в ближайшие четыре, ну максимум шесть часов, то, к сожалению, спасти орган мы не сможем. Вот. К сожалению, данные случаи бывают. Я не скажу, что они чисты, но они бывают. И хочется акцентировать родителям будьте внимательны к своим детям. Если у ребенка появилась боль в паху, в малышонке, покажите его специалисту. Обратитесь в специализированное учреждение, обратитесь в приемный покой нашего отделения. Вас осмотрит врач круглосуточно, мы работаем 365 дней в году, поэтому не стесняйтесь это сделать, потому что это достаточно серьезно и может влиять на дальнейшую жизнь вашего ребенка, ну в общем-то и жизнь родителей тоже. Какие факторы приводят вообще к заболеванию мочеполовой сферы у мальчиков и подростков на разных этапах жизни? И вот есть еще интересное мнение, что будущая мама должна подумать о здоровье сына еще во время планирования беременности? Ну, безусловно, факторов большое количество. На врожденную патологию, конечно же, влияет воздействие внешних факторов во время беременности. Как известно, первый триместр является наиболее опасным в отношении вирусной нагрузки, каких-то физических методов и физических воздействий. Поэтому беременные женщины наиболее оберегаются в этот период. И воздействие на эти... в эти сроки, в общем-то, может повлиять на формирование каких-то врожденных аномалий. То можно говорить, как гидронефроз или мегуретер, или какие-то другие врожденные патологии. Если говорить о приобретенных вещах, ну, сложно сказать однозначно. Так на мочекаменную болезнь, например, влияет эндемичный фактор. Вот Алтайский край, к примеру, является эндемичным регионом по мочекаменной болезни. Соответственно, ряд физических факторов, таких как состав почвы, воды, возможно, еще каких-то ряд других факторов, влияет на то, что у жителей Алтайского края увеличивается число мочекаменной болезни по сравнению с другими регионами. Вот если говорить про это, в прошлом году мы пролечили 100 детей с мочекаменной болезнью, 100 человек, это достаточно, я считаю, много. Начинали, в 2019 году было пролечено порядка 20 человек, но с каждым годом ежегодно количество мочекаменной болезней увеличивается. Но это связано, я думаю, с тем, что данные пациенты сейчас концентрируются в нашем отделении. Вот. Ну, конечно же, что можно сказать? Алиментарный фактор не менее важен. Да, безусловно, ряд патологий, ту же мочекаменную болезнь, уратные камни, можно связать с этим фактором. Потому что нарушение питания, диеты может способствовать формированию уратных камней. Такие случаи есть, когда там поступают дети с уратной почечной коликой на фоне нарушения, явно выраженного нарушения питания. Ну, тут, безусловно, нам необходимо работать совместно с другими специалистами. Порой это требуется на помощь нефрологов или эндокринологов. Ну, и родители, безусловно, тоже. Ну, что еще можно сказать? Вот вы сказали про эндокринологов. То есть, наверняка, такие факторы риска, как ожирение, малоподвижный образ жизни, они тоже так или иначе влияют и на мочеполовую сферу. Ну, как один из моментов, я вам уже объяснил этот, да. Но если говорить о малоподвижном образе жизни, то тут приходит на ум такая вещь, как нарушение венозного оттока от органов малого таза и связано с этим простатопатией. Но это более характерно для пациентов более старшей группы, от 14 до 18 лет. Но такая категория пациентов тоже присутствует. Ну, что сказать? Хочется, наверное, отметить такой момент, что более раннее начало половой активности у детей, можно и, так сказать, и подростков, и подростков. И несоблюдение порой половой гигиены приводит к серьезным последствиям в будущем. Увеличивается количество инфекций, передающихся по-вым путем у подростков. А это тоже фактор возможных проблем в будущем, возможных проблем с фертильностью. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. На это стоит обращать внимание как, наверное, и педагогам, так и врачам, так и родителям. В каком возрасте вообще мальчика должен осматривать врач-андролог? Ну, здесь можно отметить несколько таких временных меток или этапов. Однозначно, уролог-андролог должен осмотреть ребенка в возрасте до года или близко к году. Потому что в этот момент нужно определиться с таким серьезным заболеванием, как крипторхизм. Количество этой патологии, к сожалению, остается на достаточно высоком уровне. И в последнее время появляется количество поздно диагностированных случаев, когда мы оперируем ребенка в возрасте 10-12 лет. А время для операции оптимальное – это год. Ну, максимум три. Вот максимально до трех лет нужно с этой патологией определиться. С чем это связано? Сложно однозначно сказать. Возможно, есть проблемы на местах, в районах со специалистами. Возможно, сложность нашей современной жизни не всегда у родителей есть возможность провести какие-то плановые осмотры. Ну, сложно сказать. Но, в общем, мы работаем над решением этой проблемы, потому что она приоритетна. И также яичко вовремя неизведенное, к сожалению, становится не то, что нефункциональным, оно становится опасным для ребенка, потому что из него может сформироваться высокозлокачественная опухоль, высокозлокачественная опухоль, и дальнейшая ситуация может развиться очень неблагоприятно для этого ребенка. Последний вопрос. Я правильно понимаю, если резюмировать, то можно сказать, что, наверное, большинство проблем, связанных с бесплодием, в будущем, они все идут корнями из детства. То есть это даже не столько приобретенные какие-то проблемы, а сколько вот то, что мы когда-то не доглядели у ребенка. И даже не могли подумать, что когда-то он столкнется с проблемой, что он сам не может иметь детей. Я думаю, не все так однозначно. Много факторов бесплодия или каких-то проблем человек приобретает в более зрелом возрасте, безусловно, но в детстве, безусловно, заложено большое количество патологий, которые при несвоевременной коррекции может влиять на человека в более зрелом возрасте. Это действительно так. Поэтому работа нашего отделения направлена на то, чтобы максимально эффективно устранять, выявлять и обеспечивать здоровье, мужское здоровье нашего населения Алтайского края. Спасибо большое, Александр Викторович. Я напомню, сегодня гостем нашей студии был Александр Кептилов, заведующий уронтрологическим отделением Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Спасибо большое. Я думаю, эта беседа о репродуктивном здоровье будет очень продуктивна для многих родителей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.